В жаркие дни белорусы все чаще стали выбираться на пляжи, но, к сожалению, отдых на воде очень часто стал заканчиваться трагично. Только за минувшие выходные в Минской области погибли 7 человек, а по Беларуси эта цифра выросла до 20. Если сравнивать с предыдущим годом, а это достаточно трудно, ввиду того, что из года в год погода у нас разная, и на сегодняшний день установившаяся такая долгосрочная аномальная жара, конечно, прибавляет нашим сотрудникам работы, к сожалению. Вы должны грамотно оценивать свои физические способности и понимать, что если вы хрупкая маленькая девушка, вы не сможете спасти двухметрового мужчину. Также необходимо помнить о том, что человек, когда тонет, он может рефлексировано отбиваться от вас, он может вас ударить. То есть вам нужно привести такого человека в чувство, чтобы он как-то смог с вами, можно так выразиться, посотрудничать в собственном его спасении. Чаще всего жертвами воды становятся те, кто решил еще больше повысить градус в такую жару. Но пьяному море по колено. Тонуть не больно, тонуть быстро и страшно. Это только в фильмах. Утопающий машет руками и кричит. На самом же деле это происходит буквально за считанные секунды и абсолютно беззвучно. И всего пять минут, чтобы остаться жить. Время играет критически важную роль. Это лето жаркое, очень интенсивная у нас работа. Особенно по выходным. На Снянское водохранилище здесь несколько тысяч человек. Три-четыре тысячи я считал, плюс в беседках. Ну, наверное, около пяти тысяч, если взять еще беседки. Где-то в парках люди загорают, отдыхают, шашлыки жарят. Поэтому в такие дни мы становимся очень строгие. Пьющий случай буквально два дня назад. Ребенок два с половиной года потерялся. Искали минут 30. Нашли матросы-спасатели, где-то в уголочке сидел за кустом. Поэтому мамочкам я советую меньше обращать внимание на свой загар, а больше следить за своими детьми. И за соседними тоже с детьми. Статистика трагедии неумолимо растет. И спасатели устало повторяют правила отдыха на воде. Но никто, кроме вас, не позаботится о вашей жизни. Берегите себя и не ведите так, будто у вас семь жизней в запасе. Ксения Грузинова, Павел Мешкуть, Агентство Минск Новости.